Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Чем больше времени уходит с момента развала Советского Союза, тем отчетливее проступают к контуру того, каким путем устремились к своему будущему бывшие советские республики. Но в этом параде суверенитетов и политической самостоятельности по-особому выглядит Республика Беларусь. Приведу только один параметр. По многим макроэкономическим показателям Беларусь лидер среди стран СНГ. Чисто внешне это абсолютно европейская страна. Более того, некоторые восточноевропейские страны еще должны постараться, чтобы достичь уровня Беларуси. И не считать это успехом, мягко говоря, означает сильно кривить душой. О белорусском феномене и об исторических связях с нашей страной поговорим с сегодняшним гостем программы. Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии «Труда и справедливости Республики Беларусь». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, парадокс. Ни одна страна СНГ не близка так, как в Европе, как Белоруссия. И при этом, при всем, смотрите, в той же Европе часто, например, вашего лидера, президента страны, Лукашенко, эпизодически, ну, может быть, сейчас поутихло, но раньше было такое. Называли последние диктаторы Европы. Вот в чем этот парадокс или феномен Белоруссии, на ваш взгляд? Парадокс заключается в том, что президент взял курс в самом начале своей деятельности на то, чтобы сохранить все то лучшее, что было у нас сформировано в процессе жизни в Советском Союзе. То есть, если во многих странах возникает постсоветского пространства национальный вопрос, то у нас, как в Советском Союзе, национальности практически нет. Да, есть белорусы, есть русские, есть казахи, есть люди других национальностей, но, как и в Советское время, никто на это не обращает внимания, все абсолютно спокойно общаются, работают. И, скажем так, у нас страна, в которой законодательно сохранено двуязычие. Это русский язык государственный и белорусский язык государственный. Если мы знаем о том, что столько поколений выросло в Советское время, и преимущественно все говорили на русском языке. О, сейчас ломать все это через колено с той целью, чтобы отдать дань какой-то моде, но навредить людям, это не совсем грамотное решение. И потому у нас было принято двуязычие и безболезненно. Люди говорят и на белорусском, и на русском языке, и на английском. Сейчас тенденция к тому, что президент заставляет чиновников, которые, прежде всего, занимаются вопросами внешнеэкономической деятельности, чтобы они минимум одним иностранным языком владели свободно. Эта тенденция не мешает тому, что у нас, если после советского времени белорусских школ, школ, на котором преподавание проводилось на белорусском языке, было не более 5%, а сейчас более 15%. То есть национальный язык не забывается, а национальная культура не откладывается на второй план. Наоборот, есть стимулы к тому, чтобы она развивалась, но не в ущерб другим культурам. Также и межрелигиозные отношения. Это страна, в которую сейчас собирается Папа Римский. Хотя у нас 60% верующих православных. Но в связи с тем, что мы близки к Западу, и у нас очень много католиков, и другие религии имеют такое же полноправное хождение по Белоруссии. У нас, допустим, два Рождества официальных праздника. Католическое Рождество – это государственный праздник, выходной день. И православное Рождество – тоже государственный праздник. То есть уживаются в месяц, в месяц, в месяц. Абсолютно без проблем. И у нас на всех службах серьезных праздничных, что католических, что православных, присутствует, как правило, митрополит наш в костеле, когда понтифик ведет богослужение. Точно так же, когда наши православные праздники обязательно у нас приходят ксенц или представители католической церкви, соответствующим санам, которые обязательно участвуют в этой службе. То есть в этом плане, знаете, даже иногда дико смотреть на то, где-то там на религиозной почве или на каких-то национальных случаях возникают проблемы. У нас это абсолютно нормально, абсолютно пожитейски. И мы стремимся к тому, чтобы преобразовать нашу жизнь. Но вы знаете о том, что в плане социальной защиты, наверное, это самая продвинутая страна. Иногда, к сожалению, мы вызываем недоумение тем, что иногда нам кажется в ущерб развитию экономическому приоритет отдается социальным вопросам. Но после истечения какого-то времени понимаешь, что да, когда у нас сейчас пенсионеров становится все больше и больше, эти люди отдали большую часть жизни, особенно в советское время, когда за крохи работали и поднимали экономику, и государство настроили, им надо обеспечить достойную жизнь. У нас очень серьезная политика в отношении решения демографической проблемы. У нас, как и в России, есть и материнские капиталы, плюс серьезные льготы. Если, допустим, три ребенка в семье, то квартиру продают за полцены, а если четыре ребенка, то государство бесплатно дает квартиру или землю. Этим и объясняется то, что сейчас пишут мои коллеги-журналисты о бэби-буме в Белоруссии. Да, рост рождаемости очень серьезный. Два последних года у нас, наконец-то, с периода развала Советского Союза, рост численности населения. После развала Советского Союза у нас более 10 миллионов населения было. Сейчас 9,5, то есть полмиллиона потеряли. Но благодаря тому, что последние два года у нас уже наметился рост, значит, политика выбрана правильно, идем в нужном направлении. Конечно, хотелось бы больше. Мы понимаем о том, что Китай, Индия, знаете, в советское время мы удивлялись, ну, ничего себе нарожают, там нищету разводят. Но по факту оказалось, что это страны, которые сейчас лидеры, и в развитии национальные кадры, и культура развивается, и экономики сейчас лидирующие в мире. А у нас, допустим, 9,5 миллионов, у вас более 3 миллионов, когда мы знаем, что в советское время чуть ли не 5 миллионов было населения. Это значит, мы не думаем о своей родине, о своих корнях, о своей земле, родной земле. А для того, чтобы она развивалась, должны быть национальные, отечественные кадры. Чужому человеку не надо, чтобы где-то что-то у кого-то успешно развивалось. Если он пришел сюда с инвестициями, у него одна задача – вложить, по максимуму урвать и уехать отсюда. А если вы выросли здесь, если у вас здесь родители, если у вас могилы предков, вы будете родить за эту землю, будете делать все для того, чтобы она процветала, и у вас была гордость за Родину. Да, абсолютно правильно. После развала СССР, постсоветским республикам пришлось, буквально в авральном порядке, осваивать, ну или приходить к определенной трансформации, то есть осваивать элементы рыночной экономики, уходить уже от плановой советской экономики и нырять в море капитализма. Учебника по вот такой трансформации на тот момент не существовало, и сейчас на его, в общем-то, не написано. Никто толком не знал, как осуществить этот процесс, и каждая из республик выгребала по-своему. Мы знаем наш молдавский пример, когда практически сегодня не осталось ни одного полноценного производства в том виде, как оно было в советское время. Ведь мы производили микроэлектронику, трактора, уже тяжелая промышленность. То есть у нас, ну даже, я вам скажу, родина молдавских президентов, ну некоторого числа, город Флорешты, там был завод чугунного литья. Я не знаю, я думаю, что немногие флорештяне сейчас об этом помнят, но если внимательно смотреть на канализационные люки, которые закрывают входы в эти канализации, там написано, город Флорешты, еще очень, многих даже по-русски написано. То есть там лились чугунные изделия, были сахарные заводы, которые сейчас, ладно, работают, но не в том, наверное, объеме продукции выпускают. Были заводы, которые производили стекольную продукцию. Ну, была такая аграрно-промышленная республика, Цветущий край нас называли. Сегодня мы, то есть экономика страны живет на дотациях, на кредитах, и назвать это выживанием, мне кажется, доживанием. И вот пример Беларуси в этом смысле, наверное, показательный. Тем не менее, ведь почему так? Почему кто-то понимает, что надо повесить амбарный замок на то, что не используется до лучшего времени, а кто-то решает, что надо все сносить, а уже там пусть хоть трава не растет? Ну, вы ответили на вопрос, почему называют последним диктатором. Потому что не дал разворовать, огульно за копейки приватизировать и закрыть все то, что было сделано прежде всего в советское время. Мы знаем о том, что Беларусь в советское время называлась сборочным цехом Советского Союза. То есть такие гиганты, как МАЗ, МТЗ, тракторный завод, наш завод холодильников, минские холодильники все знали, так же, как и знали продукцию завода «Интеграл», это и телевизоры, и проигрыватели, и все остальное. И наш гигант белорусский металлургический комбинат, и Беларусь калий, который третий по запасам и по производителям калийных удобрений в мире. И когда нам на самых-самых, казалось бы, сладких условиях, но потом оценив, мы понимаем, что это далеко не сладкие условия, пытались приватизировать, ну, для примера я скажу такую вещь, может, кто-то не знает, сладкий Евросоюз, когда Словакия вошла в Евросоюз, по условиям вхождения в Евросоюз вы обязаны приватизировать. Австрийские авиалинии, вы знаете, Венский аэропорт от Братислава, находится всего 60 километров. Авиалинии приехали и выкупили этот аэропорт. И тут же его закрыли. И теперь Словакия все ездит туда. Чехи тоже вынуждены были приватизировать ту промышленность государственную, которая была. Немцы приехали, все песчаные карьеры скупили. И стали в Чехии продавать песок в два раза дороже, чем по цене в Германии. То есть тоже рыночным путем все это закрыли. Да, наш президент этого не позволил делать, потому он стал, как вы знаете, диктатором последним в Европе. Но когда, допустим, Меркель идет на четвертый срок, ей ничего не говорят. Когда у нас выбирают президента, ну да, первые президенты решили, как исключение, возможность дать. И плюс диктуют условия. Сохранил буквально все до единого завода, которые были. Но сейчас мы уже понимаем, что, наверное, не надо было все. Сейчас некоторые придется перепрофилировать, провести какие-то реформы. Потому что для Белоруссии, когда 65-70% продукции идет на экспорт, она не способна потребить только. А когда кризис, рынков сбыта нет. И надо менять что-то. Потому что, к сожалению, практика показывает, что не всегда государственный собственник эффективен. А частный собственник нужны серьезные контрольные функции со стороны государства, чтобы он выполнял все эти законные требования, которые приняты в этом государстве. То есть есть тоже вопросы, но потихоньку, я думаю, реформирование, все изменение пройдет, когда есть основа, есть фундамент. А ведь любое государство строится прежде всего на экономике. Экономика – фундамент. А политическая, она потому и называется настройка. Она имеет право на существование, когда есть фундамент, когда есть над чем надстраивать. А когда, допустим, получилось так, что вы в угоду этой ассоциации с Евросоюзом большую часть предприятий закрыли, когда вы произвели там 40 тысяч тонн яблок, а вам еще 15 тысяч тонн по условиям ассоциации с Евросоюзом привозят извне, вам свои-то девать некуда. Здесь, наверное, надо грамотно использовать все то, что вам может дать Евросоюз, развернуться к традиционным рынкам сбыта. Ведь мы одна семья, нельзя забывать этого. Как языки нельзя губить, так и не надо губить то, через что прошли там 3-4 поколения наших предков. Мы и эти рынки отработали. Допустим, кто не знает молдавского вина в Советском Союзе? Да все его знают, и знают, что лучше вина нет. Тот же виноград, те же яблоки. Но почему мы сейчас это все везем с Испании, везем с Португалии, еще откуда-то? А родные братья, которые и качественнее, и дешевле, без химии все это делают. Мы почему-то эти рынки не используем, а работаем в угоду Евросоюза, который вам везет, а все предприятия закрыли, говорят, зачем вам чугун выпускать, мы вам дешевле привезем. Но у вас рабочих мест нет. У вас люди бедствуют. Да не только у вас, а всех тех, кто попал в такую же ситуацию. Это добро бы не кончится. Они просто себе нашли удобный рынок сбыта. Да, как, извините за выражение, может, не совсем корректно, в свое время, когда пришли и открыли Америку, и за стекляшку и золотяшку какую-то скупали меха, золото, от того, что мы не понимали. Точно так же, как Советский Союз развалился. Ну, скажем так, о той зашоренности, о той закрытости, которой мы жили, нам хотелось свободы. Мы не понимали, что нам казалось, что вот это вот рай. Но когда мы хлебнули этого рая, мы поняли, ой, а куда мы попали. Так вот, наверное, феномен нашего президента, нашей стороны в том, что мы очень осторожно вошли в этот капитализм. Да, где-то что-то упустили, но не ошибается тот, кто не работает. Самый простой вариант. Сиди, смотри, со стороны критикуй, ругай, ты всегда будешь прав, но у тебя ничего не будет. Ну вот, ваше замечание о рае напомнило мне одно из утверждений журналистского характера. Человек в возрасте написал в свое время о том, что, ну, рассказывая о своем советском прошлом, он говорит, мы не жили в раю, но мы жили возле рая. Такую параллель провел ваше упоминание, позволило мне это вспомнить. Но если уже продолжить разговор, вот идти уже по стезе, так сказать, экономического характера, вот ваше, не знаю, оценка или ваше видение того, что произошло в молдавской экономике в свете подписания в 2014 году ассоциации с Евросоюзом. Ведь тогда стране было обещано очень много. Но, во всяком случае, то, что было озвучено молдавскими чиновниками, те, кто делал вид или, может, действительно прочитал вот этот многосотнестраничный документ, который, не глядя, мне кажется, подписывали, который и регламентировал взаимоотношения между Евросоюзом и Молдовой, который привел к тому, что рынки восточных стран, рынок Российской Федерации закрылся для молдавских производителей. С одной стороны, как бы все очевидно, но и с другой стороны, ведь так много было обещано, и это, опять же, ну, знаете, такая параллель с 1991 годом, когда упали стены, которые разделяли Запад и Восток, и казалось, вот он рай, и вот очередная стена вроде как упала для молдавского государства, и был вот он рай, но не наступил. Здесь двоякость заключается в чем? В том, что вроде бы благие цели, но мы знаем поговорку, благими намерениями устла на дорогу в ад, а с другой стороны, профессиональная неподготовленность или заинтересованность в другом результате. Профессиональная неподготовленность в чем? В том, что, вступая, допустим, в эту ассоциацию, по всей видимости, надо было оговорить все те плюсы, которые давала СНГ, которые давала иеразийское пространство, бывшие рынки, и нарастить, если там на каких-то условиях, да, пускай поступенчато, взять то лучшее, что есть в Европе, но прежде всего нельзя решаться того, на чем строилось государство, то есть на экономике, на заработной плате, на сбыте продукции, на производстве, то, которое было. Ведь мы опять возвращаемся к тому, что государственность – это прежде всего фундамент экономики. Отдав производство, закрыв сельхоз предприятия, вы себя повесили на крючок Евросоюзу и теперь делай с вами, что хочешь. Или одумайся, ограничь те пункты, которые были в этом договоре ассоциированы, и возвращайся к тем связям, которые были. Я думаю, это вполне реально. И Евросоюз, наверное, сейчас, после того, как в Соединенных Штатах изменится руководство страны, пришел новый президент, но, наверное, не столь агрессивно, если говорить не совсем дипломатическим языком, не столь беспардонно будут пользоваться тем, что вы пошли на их условия и оказались в итоге в большом проигрыше. Но я думаю, от этого и Евросоюз выиграет, если они пойдут на уступки и позволят вам наладить те прочные связи и в Беларуси в том числе. Кстати, мы приехали в гости серьезной делегации, это и бывший министр, и бывший руководитель Коопсоюза Беларуси, для того, чтобы наладить те экономические связи, которые у нас были многие-многие годы, для того, чтобы поднять и вашу экономику, и у нас товарооборот улучшить. И, кроме всего, у нас есть один язык, одно понимание, одно происхождение из одного государства. И те традиции, которые у нас складывались многие годы, только помогут нам выжить в это трудное время. Ведь ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты особых проблем в экономическом кризисе не испытывают. Да, им сложнее, но у них нету пенсии в 50 левых, нету у них таких проблем и с коммунальными платежами, нету проблем с безработицей, нету проблем со сбытом. Они нашли Молдавию, нашли Украину, нашли Болгарию, Польшу, еще куда-то. И они все это сбывают. Да, они говорят, закрывайте производство для того, чтобы решать свои проблемы. И ведь любая политика – это продолжение экономических шагов только в другом виде. А мы наивные, часто покупаемся на это, но пора отрезветь и возвращаться к тому, что... Мое личное убеждение, граждане Молдовы заявляют это смело, мое личное убеждение в том, что то, как сложилось у нас в экономике, это результат определенного предательства национальных интересов. Потому что здесь абсолютно взрослые люди, многие, говорящие на нескольких языках, думающие на нескольких языках, образованные. Они понимали, что было подписано. Они понимали, к чему это приведет. И одно дело, что говорится и как обещано. Знаете, сейчас многие иронизируют над тем телевизионным рекламным роликом в ситуации с Евросоюзом, когда герои роликов, простые люди, в общем-то, задают вопрос друг другу. А что изменится? Вот сейчас подпишут соглашение, и что? Они говорят друг другу, наши товары рекой потекут в Европейский Союз. У нас перед нами будут открыты все границы. Границы открыты, но деньги нужно, чтобы пересекать эти границы. И товары рекой, наверное, и потекли, но это река в ручеек. Понимаете, если раньше, когда я разговаривал с виноделами и экспорт молдавского вина в ту же Российскую Федерацию исчислялся миллионами, десятками миллионами бутылок, то сейчас 50 тысяч отправим в год. А за это полученная прибыль или получен вообще доход, он не соизмерим, и более того, на этом доходе не содержишь цифру. Наверное, те люди, которые подписывали этот договор и соглашение, у них, наверное, все хорошо. Ну, несомненно, это точно. Ну, они говорят, мы же просто премьеры, поэтому вот так они говорят. Мы просто премьер-министры. А то, что людям плохо, я думаю, они об этом, если и думают, то во-вторых, в-третьих, а то и в последнюю очередь. Ну, вот вы упомянули об ожиданиях изменений в геополитике, в политике вообще в связи с выборами Соединенных Штатах Америки. Ну, у нас внутри нашей страны те же ожидания рождены, но они основаны на том, что вот сейчас к власти пришел новый президент Республики Молдова, социалист Игорь Николаевич Дадон. И эти ожидания в отчасти были рождены и теми заявлениями, которые Игорь Дадон декларировал, говоря о том, что берет курс на построение социального государства, берет курс на возвращение наших товаров на прилавки российских, ну, восточных супермаркетов Белоруссии, России, Казахстана, страны, Еврозес. Было обещано даже, что будет проводиться работа о подписании меморандума с Еврозес для того, чтобы как-то уже начинать разворачивать страну, хотя бы экономику страны разворачивать в нужное направление. Уже дальше политики наверняка подтянутся. И как вы думаете, насколько велика эта перспектива сегодня в тех условиях, в которых находится Республика Молдова? Я думаю, велика она прежде всего потому, что народ отрезвел. И многие начали понимать. Мы тоже социалисты, и потому мы приехали. И мы завтра намерены подписать меморандум между нашими партиями. И одним из первых вопросов в Меморандии стоит создание рабочей группы по решению экономических вопросов между Белоруссией, и Республикой Молдова. Также мы работаем и с Казахстаном, и с Киргизией, и с Российской Федерацией, и с той же Украиной с нормальными силами. Я думаю, вот это вот отрезвление и понимание того, что не только крайние демократы во всем правы, но нахлебавшись всего этого сладкого обещания, люди возвращаются и почему оказывают доверие. Мы на прошедших выборах второе место в парламенте заняли, партия социалистов в Молдове заняла первое место. Значит, мы нужны. Значит, наши идеи опять главенствуют. И посему, я думаю, наши совместные усилия будут поддержаны народом. А если народ поддержит, то остальные не в счет. Те, кто подписывают, не подписывают, они или одумаются, или будут вынуждены собрать чемоданы и уехать туда, где их поймут. Сегодняшние молдавские власти заявляют, или будем так говорить, всеми силами показывают, что молдавская государственность является продуктом советской инженерии. Что очень много говорится об оккупации Советским Союзом этой территории. Эта тема такая, с одной стороны, болезненная, с другой стороны, она, ну, знаете, настолько искусственно выглядит, что здесь как бы целый букет и предательства, и такой плевок в могилы своих предков, и навязывание вообще новой повестки дня будущего страны. И вот в этой ситуации, ну, когда строится, значит, на какой-то искаженной истории и поиске, постоянном поиске внешнего врага, вот рождается поколение, которое воспринимает это все как данность и таким образом и формирует свое отношение уже к тому, что когда-то было единым для нас с вами, единым миром, там, назовите как угодно, там, бывшим советским миром были, когда были 15 сестер республик, говорилось, бывший мир экономического характера, Совет экономической взаимопомощи, я помню, который был военный варшавский договор. То есть очень много было общего, и сейчас это все уже разрушено, понятно, что это история, но типа сегодня это не просто история, это еще история оклеветанная, и на всем этом вот строится молдавская государственность, которую, в общем, мне кажется, построить невозможно только вот на вот этом прахе. В Белоруссии как строятся вот элементы такого вот молдавской государственности? Какие используются рычаги формирования с сознанием будущего поколения? Давайте вернемся к истории. И вспомню, когда закончилась Вторая мировая война, фултонская речь Черчилля. Он сказал, да, мы не победили Советский Союз, но мы его победим изнутри. И вот тогда были осигнованы огромные средства, и до сих пор вот эта вот тактика развала всего по Советскому, которое не дало во Второй мировой войне им господствовать, торжествует. То есть они изнутри развали, фальсифицируя историю, наши корни, наши традиции. И, скажем так, я был участником событий 13-го года, когда, вернее, это начало 14-го было, январь месяц, когда 350 лет было воссоединение Украины с Россией. И когда мы ездили в Переославов-Хмельницкий праздновать это событие, делегация там с Россией, с Белоруссией, там с других республик была. И когда вот Майдан, он уже месяц как действовал, и мы решили заехать, узнать, что же там такое. И столкнулись с тем, что молодые люди, которые там были на Майдане, пытаясь беседовать, у нас были очень серьезные, заслуженные люди, и с толерантным отношением и к восточным, и к западным тенденциям пытались объяснить. Мы столкнулись с тем, что стена, зашоренность полная. Потом мы выяснили, оказывается, на Украине более 20 лет в учебнике истории вносили по просьбе Соединенных Штатов, когда мы знаем, что Соединенные Штаты официально заявили о том, что они 55 миллиардов долларов вложили в то, чтобы изменить ситуацию. Было заложено о том, что искусственно Россия захватила Украину, что они враги, что вот этот праздник, когда Богдан-Хмельницкий воссоединение. Это все плохо. Польша, которая занималась геноцидом на Украине, когда захватила все это, а Россия отобрала и создала государственность. Считалось, что если бы остались в Польше, было бы лучше, были бы сейчас на Западе, было бы все хорошо, но по истечении определенного количества времени мы знаем, чем это хорошо для Украины обернулось. И то же самое и у вас происходит. То есть они не меняют ни тактики. И Европа, да и Соединенные Штаты очень консервативная. Настолько консервативная. Даже принимая санкции в отношении Беларуси в 2010 году, в прошлом году их отменили, до сих пор еще не все там документально оформлено и убрано. То есть у них вот есть серое все, уже все давно побелело, они все равно еще думают, а стоит ли менять на белое. Ну это образно, может примитивно, но это факт. И вот в Беларуси для того, чтобы не было таких тенденций, очень серьезно проводится работа по тому, чтобы категорически избежать фальсификации истории и в Первой мировой войне, и в Великой Отечественной войне, и историю нашего государства. Я вам сказал о том, что уже увеличилось количество белорусских школ. И все это очень аккуратно. Учебники настолько аккуратно относятся к тому, чтобы изменить ни одну крайность, а ни другую. Да, что-то новое вносится, но это очень осторожно. И у нас и ветеранские организации, и, допустим, те же передовики производства, как в советское время было, но сейчас по-другому немного. Вы успешные производители, и приходят, и принимают учащихся, и студентов. К тому, что обмениваться опытом, никто их не заставляет там работать, пахать что-то. Хотя иногда бывает, когда осенью уроки труда проходят, показывают, как морковку собирают, еще это. Но это уже не то, что было в советское время. Хотя иногда что-то отдает такое. Но это, наверное, не главное. Главное то, что молодежью занимаются, и есть молодежные организации, и есть Белорусский союз молодежи, и есть альтернативные молодежные организации. Да, их, конечно, государство меньше поддерживает, но они имеют право на жизнь. И у нас очень много, допустим, поляки приглашают белорусскую молодежь на бесплатное обучение и так далее. Ну, много католиков ездят туда, но многие возвращаются. То есть не навязывается один стиль жизни, но обязательно привносится все то положительное, что было у нас в истории. Да, хочешь новое, изучай, но не забывай старое. Не отрубай себя от своих корней, ибо любое дерево без корня. Это кусок металла. То есть, в смысле, кусок материала и все, не больше. Если Белоруссия — это страна-феномен, то Молдова в этом смысле, наверное, страна парадоксов. Вот посмотрите, у вас два государственных языка — русский и белорусский. Или белорусский и русский. У нас государственный язык — молдавский, так написано в Конституции, но изучают дети румынский. И в качестве учебника истории им предлагается изучение, предлагается навязанное, уже давно это существует, история румын. И при этом, при том, что государственность соседнего с нами страны, она возникла и сформирована была гораздо позже, веками позже, чем государственность Молдовы. Но когда верят вот этому вот учебнику, и, соответственно, формируется сознание молодежи на основе вот такого, я в этом уверен, искаженного восприятия прошлого, и когда в Великой Отечественной войне там всего две странички разделено, то можете себе представить, какое отношение и непонимание этих памятников. И еще когда лидеры одной из правящих партий, ну уже бывший лидер, правда, вот сейчас поступила информация о том, что его вывели из состава либеральной партии, но тем не менее министр обороны, и вот у него враги и памятники. И вот он воюет, или, мне кажется, как ему кажется, он защищает государственность, воюя с советскими танками, которые стоят на постаментах, там, где были, проходили ожесточенные бои по освобождению, не просто там, не знаю, страны, там, ну вот сельчане благодарные поставили памятник танку там Т-34, благодарность за освобождение этого села, и вот его ночью пытаются сдернуть, там, не знаю, какие-то спецоперации проводят Министерство обороны. И мне кажется, то есть я вижу, что тем офицерам, солдатам, которые все это производят, у них даже, ну, не зарождается капля стыда от всего этого. Понимаете, вот что страшно. Вот эта борьба с прошлым, она, мне кажется, искажает наше будущее, и, точнее, она его размывает. Вы очень хорошо рассказали об истории Румынии и истории Молдавии, но Румыния сдалась на милость победителя, и ее взяли за основу для того, чтобы непокорную Молдавию приручить. Ну, мы знаем по нашим соседям Прибалтам, которые сейчас в супертрагической ситуации. Зачем, допустим, вы знаете, рождаемость в Европе, особенно в очень преуспевающих странах, в Германии, в той же Бельгии, во Франции, зачем им рожать детей, воспитывать, если они забирают вашу молодежь, которую вы затратили на воспитание, на рождение, на подъем, на образование, они забирают эти готовые руки, им платят гораздо меньше, чем немцам, другим. Им нужны рабочие руки. Почему они так с миграционной политикой? То есть мы, возвращаясь к той же теме, политика – это продолжение экономики другими способами, изощренными. Они отобрались в Прибалтике, у Прибалтики 70% молодежи уехало. Они работают в Англии, в Германии, а Прибалтика пустует. У вас, по-моему, уехало около миллиона человек туда. Это еще не предел. Потому что они не видят, что здесь хорошего будет в Молдове, в родной стране, а там они хоть какие-то заработки. Да, они добиваются того, что вы будете придатком. Они это делают успешно. Но идеологически так это обрисовывают, так преподносят. Ну что, так и хочется поехать и попробовать того сладкого. А ведь сто раз скажи, что это сладкое, во рту слаще не станет. А как ты дома съешь родной виноград или клубничку, или яблоко в Молдавии, да никакое испанское рядом не стояло, потому что оно все химией напичкано. А тут родное, с родной земли. Но для того, чтобы они вернулись, надо создать условия или хотя бы понимание того, что здесь будет лучше. Я думаю, люди вернутся в худшие условия, но на родину, он здесь человеком будет и будет поднимать эту страну, и будут потом гордиться ей. А сейчас условия к тому, чтобы они уехали туда. Значит, они победили идеологически. Ну, вот еще такая тема хотелось бы развить. Как в вашем понимании отражается тема национализма и патриотизма? Ведь, смотрите, у нас она сплелась в такой очень коварный узел. Быть патриотом, это означает называть себя румыном. А национализм, это опять же то, что навязывается опять из-за прута. Это все равно, что я себя англичанином назову. Ну, вот получается, а быть человеком, ну, не знаю, мы государственно мыслящим, сегодня мы даже не можем говорить это как патриот, мы говорим государственник, чтобы обозначить, что человек отстаивает государство перед национализмом. У нас, например, нет патриотизма на сегодняшний день, потому что, когда говоришь, я патриот, то опять же патриоты делятся на кого? Видите, как они информационно умеют работать. Настолько убедили нас в том, вернее, вас, в том, что это не так. Да и нас тоже давят, что вот серое называем белым, а черное красным. Потому что, ну, те же пряники, еще те условия, которые ставят, подогревая, чтобы и тот же национализм, как на Украине, национализм довели до абсурда, и страну развалили. Мы знаем, после развала Советского Союза, на душу населения, Украина была самая богатая республика в постсоветском пространстве. Сейчас она одна из самых бедных. Потому что большую часть разворовали, тоже заманивая на Запад, а вторую часть, когда поняли, что уже воровать нечего, давайте национализм запустим и развалим изнутри. То есть Черчилль своей речью показал, что лучше изнутри разваливать, чем заниматься тем, что наши солдаты сложат там голову, а русских все равно не победишь. Они добились своего. Ну, вот то, что сейчас происходит в Европе, тоже тревожит. Смотрите, у нас, когда проходили президентские выборы, одним из факторов влияния на умы, ситуация в Европе связана с миграционной политикой. И, ну, даже, наверное, это не столько влияние на умы, это столько констатация фактов. Посмотрите, мы сейчас обладаем возможностями безвизового въезда в Европу, можем сами наблюдать, как это происходит, но, честно говоря... Ну, покажи 150 долларов в день, потом въедет. А у нас нет безвизового, но нас не заставляют это показывать. Виза есть, езжай, пожалуйста. Понятно, да. И вот здесь я вижу такой момент, когда Европа меняется, ну, знаете, кардинально. Сами европейцы боятся жить уже в Европе, в силу того, что, например, открыты двери для тех беженцев с Ближнего Востока, беженцев с Африки. И это нас тоже тревожит. Почему? Потому что сегодня, являясь, ну, будем говорить, ассоциированным членом Евросоюзского Союза, мы должны будем выполнять какие-то обязательства перед сегодняшним старшим братом. Принимать своих, отправили в Европу, а приедут афганцы, которые вам покажут, как надо жить. Ну, мы немножко радуемся, что мы бедные. Потому что, вы знаете, когда афганцы подумают о том, что о чем здесь пропадать в Молдове, когда вот в богатой Германии... А если приедут отморозки, которые с ИГ сейчас и исламского государства бегут, и другие, им надо куда-то прятаться. Потому что, если придет Трамп к власти, я думаю, с Россией они договорятся, и тогда и Китай, и другие подключатся. И не будет долгим веку исламского государства. Они все равно приедут, примирятся. Часть в Европу, и часть к вам, и другие. Ну, это же проблема, это беда, не дай бог. Да, понимаю. Ну, вот, под занавес хотелось бы поговорить о том, каким видится будущее сегодняшней Беларуси. Потому что мы сегодня, например, будущее Молдовы, конечно, в большинстве своем, ну, как минимум, 50, более 52% избирателей проголосовали за свое будущее, отдавая голос сегодняшнему президенту Республики Молдова. И понятно, что увязывает с тем, что возрождение экономики, усиление социальной значимости в экономике. И в один день это не произойдет. Уже все люди взрослые понимаем, что сложно изменить ситуацию в стране, особенно в парламентской республике. Если вы знакомы с нашим политическим строением, вы понимаете, насколько ограничены инструменты у главы государства. Тем не менее, на надежду, на молодость, на энергетику и на команду президента, который, в общем-то, наверное, не смотрит на власть ради власти, а как инструмент того, чтобы реализовать свои политические амбиции. Вот мандат народа этим политическим амбициям дан. И пока все равно это вопросительные знаки в нашем будущем. Вот Беларусь выстроил свою государственность на основе, ну не знаю, уважительного отношения к прошлому, сохранения экономического потенциала. Понятно, что она определила свою дорогу в будущем. И в этом смысле это пример для нас. Но вот в совокупности все вызовы в нашу сторону и в отношении Беларуси определяют взгляд будущего. Вот поделитесь, каким будущим видите вы своей страны и каким будущим видится вот вами в будущем нашей страны. Ну и во-первых, от всей души хочу публично поздравить новизводного президента Игоря Николаевича Дадона. Я ему уже лично передал свои поздравления, но хочу и поздравить весь молдавский народ с таким мудрым выбором. Ну и скажем так, вы говорите о том, какая политическая ситуация в мире складывается. Сейчас сам Евросоюз помогает вам. И Соединенные Штаты, Исламское государство. И все сопутствующее показывает, что одумайтесь, люди, куда мы шли, еще не поздно остановились. Слава Богу, что вы сделали такой выбор. Теперь помогите своему президенту навести порядок в своей стране. Вы себе это делаете, не ему. А мы приехали сюда для того, чтобы по первому зову прийти на помощь, наладить наши братские отношения экономические и политические. Игорь Николаевич заявил желание встретиться с нашим президентом. Я думаю, в ближайшее время эта встреча произойдет, будут налажены более тесные экономические контакты, поднимется и ваша промышленность и сельского хозяйства, потому что мы у себя не можем ни такой виноград, ни такие яблоки вырастить. Так зачем мы будем где-то покупать с химикатами, если это есть у вас? У нас очень серьезная техника и сельскохозяйственная, и комбайны, и картофелеуборочные машины, и техника ЖКХ, и МАЗы, и трактора. Все страны СНГ у нас покупают, я же говорю, на 70 с лишним процентов продукции идет на экспорт. Это проверенная продукция. Давайте помогать друг другу становиться, и чтобы люди были заняты и жили лучше. В этом плане я вижу очень хорошее будущее у вас. Я понимаю, что за день, за год, даже за срок полномочий один президента, но не все получится сразу сделать. Но когда будет тенденция, и те люди, которые тот миллион или больше, которая уехала, потихоньку вернутся сюда, они там приобрели какой-то опыт и поднимут родную страну. А мы будем развивать, наверное, дальше свою экономику, демократические процессы, потому что определенное время нам надо было для того, чтобы государственность сохранить все, теперь надо развиваться дальше. А наши братские отношения, они помогут нам. У нас нет заинтересованности сделать рабами или взять рынки, как у Европы, у богатых. А они нас все равно считают второ-третьесортными, там, придатками к себе. Да, они это все красиво обрисовывают, но по факту это так, это истина, и тут ничего нового никому я не скажу и не открою. И только вместе мы можем добиться лучших результатов и улучшить жизнь наших людей, чтобы была вера в то, что наше Отечество это не хуже, а поверьте, даже лучше, потому что мы свою идентичность сохраним и свою первозданность, не будем на химии, на чем-то другом, те рецепты, которые нам предки заложили в экономическом развитии, в развитии наших межличностных отношений, потому что на Западе мы же знаем, все строится на деньгах и лукавства больше, чем искренности, мы не приучены к этому, у нас отношения искренние, приезжаешь на свои люди, что еще другого, не надо лицемерить, надо вместе исправлять те ошибки, которые были и идти в хорошее будущее. Спасибо, иной раз на себя можно взглянуть глазами другого человека, увидеть большего, чем в собственном зеркале, потому что тут, как говорится, нет желания лицемерить, и значит, в общем-то, есть желание только помочь. Спасибо вам за этот разговор, я думаю, зрителям нашим было интересно посмотреть на ситуацию, на семьях себя, на то, что сейчас у нас в стране происходит, вашими глазами, и, так сказать, примерить, мысленно примерить опыт Беларуси, может быть, даже искренне, по-доброму позавидовать вашей стране, и пожелать удачи белорусам в их деле становления как государства и формирования будущего своего. А нам, нам остается только, конечно, бороться за лучшую долю, потому что сегодня то, что Молдова стала беднейшим государством в Европе, это, наверное, не придает гордости граждан Республики, а наоборот, заставляет задуматься, куда же мы в чем-то пришли. Ну, когда вы сделали правильный выбор, у вас должно быть хорошее будущее. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии Труда и Справедливости Республики Беларусь. Следите за нашими эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова